Итак, друзья, это, естественно, Арк Сурвайвл, мы с вами продолжаем. За кадром я тут собрал необходимые ресурсы, чтобы вот этого голема превратить в элитного. Давайте сейчас подтянем, и дальше нам нужно будет превратить его в вампирик, но вот этим я, честно говоря, не занимался пока что. Элитный нам, покажется, достаточен. Вот это заберем. Успею? Успел, хорошо, ладно. Потому что, как вы понимаете, часто вещи исчезают из-за инвентаря. Да, здесь все исчезло. Вот, и теперь у нас с вами есть нуклея, нам нужен с вами вампирик. На вампирик нам не хватает цирконий, фростблат, эволюшн, эссенс, это ерунда. Элементальные кости, электрическая кровь. То есть элементальные кости у нас с вами есть. Электрическая кровь у нас тоже, в принципе, присутствует, но не в том количестве, которое нужно было бы. Давайте сейчас еще раз. То есть, как видите, нам нужна ледяная, эссенция и цирконий еще раз. Эссенция у нас с вами тоже 5 единиц имеется. Ммм, цирконий. Не знаю, произвелся цирконий или нет, мы сейчас с вами проверим. Как минимум, у нас есть немножко в... Хотя нет, он бы подтянул. Где ты, зараза, стоишь? Вот он. А он перестал производить, потому что адамант мы сюда перестали класть, и я его использовал там. Так, это плохо. У нас есть 138, 97 цирконий здесь. Ну ладно, это сейчас мы с вами соберем. Но у меня возникла другая проблема, потому что я нигде не могу переплавить эту дурацкую руду. Собственно говоря, у меня есть, как понимается, 14 ядерный нуклеар ор, и она по идее как должна переплавляться здесь. Но, видимо, у нас с вами пока что нету рецепта, потому что я сюда ее даже не могу положить. Она сюда не кладется, клавишу Т жму ни в какую. Может быть обычная печь. Но это маловероятно. Можно попытаться сделать, конечно, но я, честно говоря, сомневаюсь. Это может быть заглюк? Может. Но, скорее всего, пока что эти слитки закрыты за каким-то боссом. То есть нам нужно убить, скорее всего, какого-то босса. После этого мы получим возможность их плавить. Давайте мы все-таки протестируем на всякий пожарный какой-нибудь. Сюда воткнем. Я сильно сомневаюсь, что это возможно сделать. Перекидываем сюда эту руду. Нет, это невозможно. Сам голем стоит у меня вот здесь вот, потихонечку делает еще руды. Давайте-ка сделаем алтарь и посмотрим, что мы еще можем призвать, что мы упускаем. Может быть, какой-то из этих боссов разблокирует следующую руду. Но пока что призывать мы никого не будем. Пока что хотя бы просто посмотрим, что у нас дальше с вами есть. Итак, пятый тир был элементальный босс. Мы его с вами призвали, убили, все хорошо. Шестой тир. Это у нас с вами идут ужасные боссы. Как видите, муравей, кархардонтозавр, электрический реведжер. Твою ж мить. Ладно, ничего страшного. С другой стороны, это халявная кровь. Электрическая нам как раз нужна была. Я, конечно, не до конца понимаю, откуда он прибежал. Но крови он дал 287. Это очень много, на самом деле. Нужно их побольше забивать будет. Потому что именно с ними я почему-то не сражался. Давайте еще раз смотреть. Шестой тир. Это у нас с вами идут ужасные. То есть Алазавр, энд, кархардонтозавр, энд это муравей, кнедария и червь смерти. То есть нам нужен кархардонтозавр и муравей. Это пока что у нас с вами временный эндбосс. Последний босс. Но в будущем будут еще 10 уровней эндбоссов. Господи. Разработчик просто сумасшедший. 10 уровней, ты шутишь что ли? Я к этому уровню уже устал. Ну ладно, наверное через годик или через сколько там посмотрим. А, да, нет, не посмотрим. Он же в Ассендет все это дело переносит. Я, честно говоря, не очень понимаю зачем. Ассендет слишком дорогой. У него пока что нет такой популярности. И вряд ли будет. Потому что он гораздо более требовательный, чем Сурвайвл. Чем Эволфт, пардон. Чем Эволфт. Ну, там нужна более сильная система. Нужны совершенно другие компьютеры. И далеко не все могут их себе позволить. Я не знаю, что там происходит со Сэндетом на современных консолях. По идее, вроде как он есть. Но качество оставляет желать лучшего. Правда, нужно посмотреть самому, насколько все там плохо. Но это можно сделать попозднее. И нам с вами нужен Цирконий. Чтобы получить Цирконий, нужно открывать поисковик, искать големов и собирать с них. О, у меня, кстати, даже на карте есть один элитный голем. Видимо, я случайно кого-то убил. И голем, который заспавнился, я его просто не увидел или не нашел. Давайте сейчас быстрее до него долетим. И еще один Фрост. Фростов тут, естественно, очень много. Давай, погнали. Он успевает, заразу, всех призвать. Циркония 99 собираем при помощи нашего Ферокса. Я вот сейчас подумал. А может быть гораздо выгоднее при помощи этого добора собирать? Может быть, я просто туплю? Как вариант. Это вполне возможно. Давайте попробуем. Тут отмечен еще один элитный ресурсный. Но мне кажется, это не элитный. Это обычный. Нет. Ну да, это обычный. Все правильно. Попробуем собрать его топором. Да, это гораздо лучше. Я лох. Это нормально. Лох. Это судьба. Это хорошо. Так, я надеюсь, что сейчас мы с вами еще и элитника здесь найдем. То есть, они обычно спаунятся где-то рядышком. Просто уходить не нужно далеко. А, ну он, в принципе, заспаунился только, видимо, на горе, да? Давайте проверим. Блин, как же так? Почему я раньше-то не попытался при помощи топора собрать? Ну, обычно вся проблема заключается в том, что... Это очень опасно. Рядом очень много хищников. Поэтому быстренько собираешь и все, летишь дальше. Ладно, запомним. Что, скорее всего, из элитного вот этого мы сейчас с вами тоже должны собирать топором. Блин. Слишком часто руками машем. Так, вот еще один. Хорошо. Давайте по одному удару. Есть. Это возобилие. Оттягиваем их сюда. Все нормально. И теперь пытаемся топором. Ну да, безусловно. Так гораздо лучше. Правда, у меня теперь перегруз. Иди сюда ко мне. Сколько бы мне это времени сэкономило, если бы я понял это гораздо раньше? Я уверен, что вы мне даже об этом писали в комментариях. Ну окей, этого нас с вами точно хватит надолго. Летим домой еще одного как раз эволюционировать. Давай, подтягиваем все необходимое, чтобы сделать себя вампириком. И естественно эволюционируем. Ну вот, теперь у нас с вами все необходимое есть для того, чтобы сделать 100 такой руды, 100 такой руды. Здесь они друг другу дружки сейчас забирать ресурсы будут. Да, точно, ладно. Это никуда не годится. Иди ко мне, пожалуйста. Держи тебе это все. Делайте, теперь мне нужно взять адамант. Он много весит? Ну не то, чтобы отнести тому голему. Пускай еще больше делать, естественно, циркония. Ну а мы с вами пойдем попытаемся забить найтмейкер хранантазавром. Вот там их тысячи метров всего-навсего. Где-то совсем рядом, офигеть. А, да, я видел, что там кто-то появлялся, какой-то босс. Я просто не понял, кто именно. Ну ладно, надеюсь, что мы сейчас не умрем с двух ударов. У нас по-прежнему нету седла на него. Но это же не совсем тот герохранантазавр, как в стандартном арксурвайвеле. Я прав? У нас леганца и скромственное лечение менее эффективно. Но нам-то на самом деле наплевать. Если мы прожимаем с вами вот это добро. Это хилка, да. Ей просто наплевать, она лечит и все в процентном соотношении. Как же приятно этих боссов забивать на нем. Это просто ни с чем не сравнимо. То есть по сравнению с тем, как я сидел 20 минут, 40 минут, кромсал его при помощи гориллы. Теперь вот так вот ты сбиваешь за... Я не знаю, сколько прошло. Минута прошла, и мы, смотри, сбили 200 миллионов. Да это просто безумие. Сколько же я мучился? Ну вот у нас сейчас с вами хилка 30 секунд. Сколько мы за 30 секунд сможем ему сбить? Было бы вообще шикарно, если бы у него 3 миллиона был бы урон. Да, мы за 30 секунд сбиваем 200 миллионов. За 30 секунд. В общем, понятно. Для нас такие нетмейры уже не проблема. Так, давайте... Не давайте, стоп. Вот альфу ему положим. Прожмем альфу. Все. Все спокойно забиваем. Желательно до конца действия хилки забить, чтобы еще отличиться до максимума. Да, вроде получится. Все отлично. Кровь получили. Че? Мы не получили токен с него. Но сумки здесь, да, сумки никакой нету. Я здесь ничего... Нет, вот сумка, постой. А, фу, слава богу. Вот она сумка. Вот было бы досадно сейчас оставить здесь и пойти следующего убивать. Так, с Кархардонтазавром мы с вами разобрались. Лазавр тоже забит. Кто у нас остался? Энд? Муравей? Но у нас ни одного муравья на карте нету, значит нужно перезапускать спаун. Кстати, вот у нас с вами лорд снега. Насколько он страшный? Давайте сразу прожмем. Он нас там типа пугает. На 6 миллионов 600. Пошли отсюда. Пошли, пошли, пошли отсюда, пошли. Ладно, ерунда. Нам седло просто нужно, вот и все, там никаких проблем не будет. 6 миллионов. Мы его можем забить, нам просто нужно седло, это ерунда. Стоп, а может быть муравья я могу вот здесь вот призвать? Что-то я не обратил внимания на это дело, потому что... Огнедария муравей, вот. Просто кровь нужна. Просто нужна кровь, я могу подтянуть? Да. Давай. То есть если я сейчас могу здесь муравья забить, то у меня будут абсолютно все токены, чтобы призвать самого сильного Nightmare босса. И, ну честно говоря, без понятия, что из этого получится. 1 миллиард, нормально. Давай-то, айдем вот тут, чтобы ты ее не сломал. Просто кусает по 3 миллиона, никаких дополнительных эффектов. Просто спокойно забиваем. Все, это легко. Так, все, забиваем. Я тут что-то немножко отвлекся, чуть было не помер. Ладно, хорошо. Так, стоп. А, есть все на месте. Фуф, не обратил внимания. Мне показалось, что не получили. Все, у нас с вами есть эти токены. Ужасные души, нам пока что не шибко нужны. Возвращаемся домой. Нам нужно сейчас сделать побольше хилок. Ну, у нас еще в этой самой горилле должны быть. Стоп, а меня тут на самом деле осенило. Знаете что? У нас же с вами есть... Давайте Supreme в объем. Supreme Smelter. Вот такая вот. Апекс нужно 300 слитков. Нефть, кристаллы, полимер. То есть нам нужно с вами сейчас сюда положить, чтобы сделать апекс, адамантовую руду и апекс кровь. Так, давайте смотреть. У нас с вами есть 300 слитков. То есть... Ууу, я их не могу переносить, да? Обратно их положить тоже не могу. Так, давайте вот сюда пока что. Ну-ка. Смотрим Smelter. Подтягиваем. Да, у нас с вами абсолютно все есть. Это неудивительно, потому что все остальные ресурсы у нас просто их там тысячи. Так, куда бы тебя поставить? Ну что, выглядит как что-то такое тэковское, да? Давайте поставим вот так вот, чтобы я мог снизу сюда доставать. Есть, отлично, вампирический и... Ну-ка, работает на... Обычном... Fire... Подожди. Огненная эссенция, чтобы активировать. Ха-ха. Ты прикинь? Это не просто так. Подожди секундочку. Огненная эссенция или кровь? Нет, тут какая-то эссенция. Я тут полазил и нашел. Смотрите, у нас с вами вот на этих кристаллах написано, что их можно перемолоть в эссенцию. Перемолоть в эссенцию. А у нас есть какой-то Grindr, Grindr? Как это? Ну, в общем, измельчитель. Из этой модификации. Industrial только. И все. О, господи, смотрите, мы можем сделать Силона Ферокса. Оно просто из-за того, что вот такое вот оно только есть в верстаке, но больше нигде его нет. У-ху. Это круто. На тебя, естественно, понадобятся слитки. Подожди. Если есть неотображающиеся вот эти вот как раз инграмы, которые нельзя выучить, которые просто выучены изначально. А может быть нам их дали за убийство какого-то босса. Может быть где-то здесь есть что-то связанное с эссенцией? Суприм кристаллы. По идее, огненная эссенция должна быть примерно здесь. То есть, либо в колдроне, ну, в котелке, либо вот здесь вот у нас в этих списках. Но так как ее нету, значит, я делаю вывод, что мы с вами не забили какого-то босса, который все-таки нужен. Но у нас появилось Силона Ферокса. Это хорошо. Теперь он стал крепче, лучше и сильнее. И благодаря этому мы с вами можем попытаться все-таки убить какого-то босса. Ну тогда я предлагаю действительно призывать Nightmare Босса, смотреть, может быть мы что-то с него получим, или может быть нужно убивать каких-то боссов, которые бродят в миру. И тогда мы будем получать с вами необходимые рецепты. Посмотрим, не знаю. В общем, это на самом деле абсолютно непонятно, и никаких подсказок здесь я не вижу. Давайте, босс шестого тира. Вот это вот. Стоп, ты кто такой? Вау. Два миллиарда. 800 тысяч урон. Что он слабый? То есть единственная проблема в том, что нам придется долго его колыпать. Сделать он нам ничего толком не может. Текстурка персонажа с мечом. Интересная очень анимация на самом деле. Мы сбили ему 200 миллионов. Он нас не пробил еще даже наполовину. Это забавно. Я использовал всего две хилки на целого босса. Мне кажется, я больше использую на обычных боссов, нежели чем на этого ужасного. Это странно. Это очень странно. Он еще мало урона наносит, видимо, из-за того, что все-таки седло работает. Черт. Это супер странно. А я так понимаю, что, наверное, в каждой градации есть свое существо, на котором можно сделать седло просто из... Из чего? Седло из кожи. Скорее всего, да. Нужно сейчас просто проверить. И, как вы могли заметить, мы только что с вами выучили возможность сделать киблы на падших богов. Это прикольно. Интересно только, чем они усыпляются. Давайте-ка с вами как раз эту теорию поселом и проверим. То есть, есть у нас с вами элементальные. Огненный это у нас мосхопс, дилы, турки. Нет, стоп, это не то. Это не то. Вот этот, advanced. Nuclear это ферокс. И вампирик это рипер. Из 200 кожи. Ладно, погнали искать. Соответственно, нам с вами нужно найти по-любому рипер-квин. Не так, пардон. Сейчас, во-первых, давайте посмотрим-ка с вами огненную мегаланью. Еще раз. Вдруг соспаунилась. Я тут уже 8 или 9 раз перезапускал. 380-я маленькая не подходит. А теперь любое существо. Рипер. Естественно, она должна быть там 560-я как минимум. Так, смотрите, у нас с вами есть электрический детеныш. Его, скорее всего, можно приручить. Сотый, но маленький. И две королевы. Одна здесь, вторая здесь. Давайте на вулкан. Мне кажется, на вулкане будет попроще. Есть у меня подозрение, что, может быть, нам нужно либо падших богов забить, либо вот этих вот элементальных боссов, которые не элементальные, а типа пустынный, фрост, снежный. Нет, он не фрост, он снежный. Пустынный, снежный, еще какой-то там, еще какой-то. Может быть, с них мы получим с вами возможность производить эссенции. Это непонятно. Так, чуть ниже, да? Фига у вас тут висели. Вау, стопы не надо падать к вивернам. Вау, это хорошо получилось. Ну, иди сюда. Ну, вылезай, вылезай, вылезай оттуда. Я могу мне чем-нибудь кинуть? Я Василиску где-то забил. Я что-то сейчас не понял, что произошло. Я тут, давай ко мне. Давай, давай, за мной. Там нету смысла сражаться, вылезай. Че, че, кто, где? Пошли вон. Давай оттуда. Ну-ка, я не очень понимаю, что с этим камушком на клаве шасси. Почему он под себя его кидает? Давай, вылезай, вылезай, вылезай. Да нет, я могу забить ее, она, видите, меня вообще не бьет. Ну, я тоже как-то ее почти не бью. 26 тысяч урона от нее. Ух, не, не. Черт, не умирать. Выпрыгивай. Черт. Она же в эмпирическое. Я смотрю, у меня здоровье летит, блин, как бешеное. Вопрос на засыпку. Нам, может быть, светляки нужны какие-нибудь. Смотрите, у нас, в принципе, есть Prime Feather Flight. Мы можем сейчас по-быстренькому сходить, приручить. У нас есть Prime Гротики, у нас с вами есть Prime Киблы. Я, правда, не знаю, сколько ему понадобится. 540-го уровня. Но я очень сильно надеюсь, что это Feather Flight, на котором не летать можно, а которого можно посадить на плечо, включить подсветку, и тем самым осветить эту вот как раз Корсевицу, блин. Но, честно говоря, это очень большая проблема, потому что она меня вот так убивает. Это придется очень много сожрать хилок, потому что, да, она нас не может толком пробить, моего Ферокса, но и мы ее толком не пробиваем. 100 тысяч, это смешно. Так, все, отлично, есть. Ну-ка, давай, пожалуйста, приземляйся. Да, у него есть освещение. Мы можем управлять. Это беда. Именно этого я и боялся, что все-таки управлять. 919 тысяч, мы сейчас тебе просто закидываем вот это добро и вкачиваем здоровье по максимуму. Я думаю, нам нужна эмпирическую броню, чтобы... Давай вкинем. Прикольно, если я просто шифтую вперед, я ее подкидываю. Нужна эмпирическая броня, чтобы можно было не бояться, наверное, вот этой эмпирической фигни, да? Скорее всего, так и есть. Давай. Птичка, держись. Видите, он еще хвостом откидывает. Ладно, поступим по-другому с вами. Прыгнем сейчас на красный обелиск. Сядем на нее. Так, теперь тебе вот эта хилка. Хорошо. Ты, мой друг, отдай половину. Давай-давай-давай-давай. Пей его. Есть. Пошел процесс, да? Как-то странно, его бьешь, а... Это вообще какой-то бред. Он не хочет его бить нормальной атакой. Так, мы будем 3 часа стоять. Легче уже руками бить. Что с тобой не так? Ты что, бошку заклинило на правой клавиши мыши? Давай за мной. Ну, он фероксу убил. Да, я хотел фероксу. Ой, федолайт. Я хотел как раз отъехать, чтобы его подлечить, но нет. Это очень сложно. Черт. Я уже думал, подумал сейчас в этот момент, что нужно, наверное, туда-сюда, вот так вот по 100 миллионов ему снимать, ходить и возвращаться лечить. И в этот момент он убивает его. Нет, мы, в принципе, и так тоже можем забить. Это просто супердолго. Это очень долго и противно. Ну, что, лоха это судьба. В общем, да, вы правы. Можно с панельки... Я бы не комментарии видел, на самом деле. Я все время про это забываю. Можно, можно с панельки прожимать, чтобы и себе. И динозавр одновременно срабатывала хилкой. И, собственно говоря, это очень удобно. Ну, как видите, 12 миллионов осталось. Бью просто так и минус 45 минут моей жизни. Отратительно. То есть, ну, самое главное, что мы сейчас его забиваем. Мы с него, по идее, как должны получить штукенцию для эволюции как раз электрического рипера дальше, если я все правильно понимаю. Вроде да. Давайте смотреть. Но, честно говоря, у меня есть такое ощущение, что рипер-то будет слабый. То есть, у него будет хорошая броня. Может, он будет хорошо прыгать. Может, он будет стрелять. Но он будет слабым. Он не может быть таким сильным, как тот же Ферокс. Потому что риперы, они, в принципе, по урону вроде как слабее. Все. Есть. До свидания. Есть другая проблема. Вот она проблема. Да, вот эта проблема. Потому что мы с вами не получаем 200 кожи. 200 кожи мы с вами не получаем. И это очень большая проблема. Стоп. Мне не сюда. Где у нас с вами эта штука-то была? Плевать на эту фигню. Плывем. О, 10 тысяч секунд. Эмпирического эффекта. Так, мы с вами подняли его сюда, снизу. Давайте сейчас... Вот здесь вот где-то подъемчик был, да? Нет? Я что-то как-то и не понял. Просто здесь электрический рипер был, помните? Или я просто его сюда оттуда притащил сверху? Возможно, черт побери. Я его задолкал оттуда вот-вот. Все, вспомнил. Богомол, а вот и рипер. Один миллион здоровья. Один электрический кибл. Три шестьдесятый уровень. Я думаю, что нет. Мы с вами триста шестьдесятого не будем приручать. Ну, потому что, ну, это просто беспредел. И это самое максимальное, которое есть. То есть, по-любому нужно перезапускать спаун. Иначе получается, что это все будет насмарку. Вот только проблематика, что мы ничего дополнительного с тебя все-таки не получили. Давайте-ка посмотрим. Вот у нас с вами леди. Например, пустыня. Пляжа. Есть такая на карте? Есть одна. Пустыня есть. Это шипастый дракон, да? Находится он вот тут вот. Вот там вот находится шипастый дракон. Мне просто интересно посмотреть, насколько больно у нас будет бить. Давайте прямо сейчас вернемся домой. Немножечко сделаем еще хилок. Я умру, чтобы скинуть эти десять тысяч секунд вибрического эффекта. Но это на самом деле у меня, честно говоря, сегодня что-то уже подзаколебало. Все, мне уже хочется заканчивать. Да на самом деле мне просто физически нужно заканчивать. Не, все, я уже не успел. Так, ладно, понятно. Сред тоже выпуск не будет. Что-то мне эта неделя какая-то супер неудачная по выпускам. Совершенно нифига не получается. Так. Нам с вами нужно обязательно сделать редких цветов. Они все есть. Мед у нас есть. Закажем сейчас. Попытаемся десять таких. Давай. Десять таких не можем. Десять таких есть. Делаем. Десять таких не можем. Ну ладно, хотя бы так. Все, умираем спокойненько. Вот именно поэтому я не люблю финальные стадии модификации, потому что они очень много времени всегда занимают. Очень много всяких разных боссов. Помимо боссов там нужно много всего собирать, много всего делать. Естественно, что-то ты просто не понимаешь, как оно делается. И поэтому ты пытаешься разобраться, начинаешь гуглить, чем я сегодня в принципе занимался полдня, чтобы понять, как все это делается. Так и не нашел, кстати. Не, я не нашел, как это делается. Потом уехал за дочкой в школу и в процессе вспомнил. У меня сегодня просто вообще день был загружен еще, помимо этого. Куча других дел был. Вспомнил, что у нас с вами есть Supreme Smelter. И здесь мы с вами узнали, что нам нужна какая-то огненная эссенция. Ладно, давайте вот этот вот леди пляжа попытаемся забить. Не знаю, это будет сложно или нет. Летим с вами вот сюда, по идее, там недалеко. Хилки есть, седло есть. Сейчас достанем. Я просмотрю какой-то синенький ух. Правильно. Это Prime. Нет, Альфа. Почему он такой синий? Ну, судя по иконке, сами видите, это... Карбонемис. А, вот такая Карбонемис. Такой ходячий остров с... Деревом. Я не знаю, как с островом и с кораблем затонувшим. Забавно. Ладно, хорошо. Ладно, попытаемся ударить. 2 миллиона 200 по нам. У нас плюс уровень. Тройный удар или четверной? Я не вижу, не понимаю. Плюс она призывает Карбонемисов. По-мински. Быстрее. Не выставил я все, естественно. Нападали быстрого доступа. Украшим мы ее довольно-таки быстро. У нас с вами до четверки есть еще хилка. Это еще можно, да? Да, хорошо. Давайте отбежим. Успел. Ток не лечись. Да, это было неприятно, но мы ее забиваем. Ладно, хорошо. Больно бьет. Хилок нужно побольше сделать. Это не проблема. Сделаем. Интересно, что мы с нее получим. Нет, мы получаем только вот эту штукенцию. Вот эту штукенцию. Ладно, ее мы с вами забили. Это самое главное. У нас первый как раз кристаллик есть. Нужно еще три. Ну и получается, что остальных мы с вами тоже вполне себе забить можем. С этим никаких проблем возникнуть не должно. По седлам. Еще раз. Элементальный электрический стандарт. Я тебя понял. Даже вот электрический Бэби Риппер, но он нам не нужен, потому что мы его будем с вами, естественно, эволюционировать. А вот эволюционный у нас с вами здесь. То есть шипастый дракон. Нам нужно десять вампирических. Понятно. И, естественно, вот здесь вот то же самое. Может быть, если мы все-таки приручим кого-то из этих вот там типа огненной мегалани. Да, может быть, у нее в кармане это все, не знаю, делается. Может быть, что-то менялось. Потому что в этой модификации, я вижу, что очень много часто что-то менялось. Если я включаю какое-то старое видео, то там вообще все не так, как здесь. И если какие-то поновения в видео, то там тоже, честно говоря, не шибко понятно. И где у нас мегалания? Огненная мегалания. Вот. 380 уровень. Ха. Как вариант. Может быть, стоит ее приручить, слетать, посмотреть, что нам это даст. Ну, просто вдруг, если я сейчас ее приручу, у меня что-то разблокируется. Или что-то можно делать конкретно у нее в инвентаре. Еще здесь есть огненные боевые анкилозавры. Может быть, в них, как в печке, это можно плавить. Давайте попытаемся сначала с мегалани разобраться. Потому что это очень простое, естественно, приручение. Красный обелиск. Естественно, превращать ее сейчас пока что ни в кого смысла нет. Ну, есть у меня как бы подозрение, что вдруг, если мы ее с вами, ну, как бы превратим в кого-то, эволюционируем. Может быть, тогда мы получим с вами необходимую инграмму или еще что-то такое. Я не вижу никаких боссов, которые могли бы нам помочь по-другому. 800 тысяч нормально. Пускай грызет, мне плевать. Одна нагрызть тоже не будет. Класс. А, 100 тысяч. Ладно, грызи. Все. Отлично, с ней разобрались. Нам нужно положить три кибла в нее. А у меня с собой... А, у меня ровно три есть. Ну-ка, что это такое? Да, в ядерного мегалазавра можно превратить. Чух-чух-чух-чух. Кто там такой? А, понятно. Не будем сейчас драковалять. Так. А есть ли у меня с собой седативки? Нет, это у нас гроуап. Седативок нету, закончились. Ну ладно, мы можем просто рядом посидеть, ничего страшного. Вемпирический шпастый дракон-босс. Лети домой отсюда. Слушай, а я тебя так и не забил же, да? Так, подожди. Сюда тоже. Это вот сюда. Кровотечение и урон по 550. Больно. С другой стороны, это не королева риперов. Он хотя бы быстро забивается. Мне не придется 40 минут крикать. Мне показалось... Не-не-не-не, это так быстро у него проскакивает здоровье. Мне показалось, что он подлечился немножко. Мне все хорошо. Сейчас нужно внимательно, супер внимательно следить за здоровьем. Опять же, мы поражали хилки сильные. Ну, меня, честно говоря, не так сильно пробивает меня в седле, потому что этот эмпирический эффект, да, он убивает, но он медленно убивает. У нас с вами большое количество здоровья. Мы, по идее, должны справляться. А вот. Ферокса, он, в принципе, кромсает. Так неплохо. Особенно кровотечению. Сейчас мы еще вот это вот жмякнем. Все хорошо, просто чтобы долечиться до конца, потому что мы уже добиваем. Как родище летит, жесть. Нифига не видно. Мне казалось, что этот босс побольше, как-то изначально. Душу получили, кожу получили. Мы, в принципе, можем сделать себе из него босика. Босика. Эволюционировать кого-то. Я просто не помню, кого. На душе написано, нет? А, огненный москопс превратится в шипастого дракона. Но я просто не мог найти огненного москопса. У меня ни одного хорошего на карте не было. Нет, друзья, он исчез. Я сюда приехал, он исчез, его нету. Он просто задиспаунился. Это глюки такие бывают, но мы с вами прям видели в одном из выпусков. Ну что ж, как говорится, раз такая пьянка, значит, на самом деле, сегодняшний выпуск действительно на этом завершим. Убили с вами несколько боссов. Пока что не очень понятно, откуда взять огненную эссенцию. Как мне с кого ее заполучить? Кто должен выдать или где она крафтится? Как разблокировать этот как раз рецепт? Если знаете, напишите в комментариях, будет очень полезно. Ну, я не знаю, завтра попытаюсь сделать выпуск по арку, либо не попытаюсь сделать выпуск. Как пойдет? Потому что завтра у нас будет после этого выпуска арка сэндет, и, может быть, пару дней будет арка сэндет, если я не разберусь, что нам делать с эссенцией. То есть, если знаете, напишите, это будет очень полезно. Тогда сможем, естественно, продвигаться дальше. Ну и тут до финального босса-то осталось раз-два и обчелся. То есть, приручить еще парочку вот этих существ. Сегодня рипершу с вами забили. Превратить, значит, рипера молний и мосхобса, плюс мегалонии соответствующих существ. Проволюционировать их и попытаться убить босса. Вот и все. Но на этом сегодняшний выпуск завершим. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok